Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео я представляю вам обзор сепараторов для очистки и фракционирования зерна. Мы рассмотрим устройство, принцип действия, настройку и техническую характеристику скальператоров, сепараторов-фракционеров и сито-воздушных сепараторов. Сепараторы для очистки и фракционирования зерна. Назначение и место в машинно-аппаратурной схеме. Предварительная обработка зерна осуществляется в зерно-очистительных машинах элеватора. Здесь установлены скальператоры А1БЗО для выделения наиболее крупных примесей. Высокопроизводительные сито-воздушные сепараторы типа А1БИС и А1БЛС, которые выделяют из зерновой массы крупные, мелкие и легкие примеси. Сепараторы-фракционеры А1БСФ50 и А1БСШ, предназначенные для выделения мелкой фракции зерна для фуражных целей. Это существенно повышает эффективность использования зерна в процессе его переработки в муку. В подготовительном отделении мукомольного завода зерно подвергают сито-воздушному сепарированию в сепараторах типа А1БИС и А1БЛС, меньшей производительности. Первая технологическая операция очистки. Рабочий процесс в сепараторе. Машины, рассматриваемые в этом видео, включают в качестве основного процесса ситового сепарирования. Конструктивное исполнение и параметры рабочего процесса этих машин соответствуют особенностям выполняемых технологических операций и существенно различаются между собой. Основной рабочий орган скальпиратора А1БЗО – это медленно вращающийся горизонтальный сетчатый цилиндр, с ходом с которого идут крупные примеси, а проходом – зерно. Основные рабочие органы сепараторов типа А1БИС и А1БЛС – плоские наклонные сета, совершающие круговое поступательное движение в горизонтальной плоскости. Сета установлены в два яруса, один над другим, и образуют простую технологическую схему. Сход с верхнего сита – крупные примеси, сход с нижнего сита – зерно, а проход – мелкие примеси. Сетовые устройства сепараторов работают в комплексе с пневмосепарирующими каналами. Зерновая смесь разделяется по размерам – ширина, толщина и аэродинамическим свойствам. Основные рабочие органы сепараторов-фракционеров – плоские многоярусные горизонтальные сета, приводимые в круговое поступательное движение. Сепараторы-фракционеры имеют развитую технологическую схему, обеспечивающую последовательно параллельную обработку зерна с выделением и очисткой мелкой фракции. Крупная фракция имеет более высокое удельное содержание энтосперма, что позволяет получать больший выход муки. Исследования и опыт работы мукомольных заводов на комплектном оборудовании показывают, что выделение мелкой фракции зерна – проход сита с отверстиями размером 2,2х20 мм в количестве 4-8% – позволяет увеличить выход муки высшего сорта примерно на 1-1,5%. Эффективность работы ситовых сепараторов зависит от конструкции рабочих элементов, кинематических параметров, удельной нагрузки, системы очистки сит, состава и состояния зерновой смеси. Технологическая эффективность работы сепараторов определяется по формуле «Справедливый для всех зерноочистительных машин». Эффективность ситового сепарирования влияет на работу последующих машин в качестве готовой продукции. Поэтому показатели эффективности всех этапов очистки зерна строго регламентированы правилами ведения технологического процесса. Производительность сепаратора можно определить по формуле, представленной на слайде. При этом удельная нагрузка сепараторов А1БИС-12, А1БЛС-12 и А1БЛС-16 в зависимости от засоренности и требований к качеству очистки составляет «КУБ» от 6 до 8 тонн час на метр, «КУФ» от 4 до 6 тонн час на метр. Для сепараторов А1БИС-100, А1БЛС-100 и А1БЛС-150, «КУБ» равно от 33 до 50 тонн, деленное на час метр, «КУФ» от 15 до 16 тонн, деленное на час метр квадратный. Барабанный скальпиратор А1БЗО предназначен для отделения наиболее крупных примесей – стебли растений, палки, крупные комья земли, камни и т.д. Скальпиратор А1БЗО состоит из следующих основных узлов – сетового цилиндра, корпуса, привода. В рабочей камере корпуса скальпиратора установлен сетовой цилиндр 3. В нижней части корпуса наклонными стенками образованы выпускные патрубки 8 и 9 для зерна и крупных примесей соответственно. В верхней части корпуса имеется приемный патрубок 12. К корпусу приварены три стойки 10 с опорными пластинами для крепления к перекрытию с помощью анкерных болтов. На одном торце корпуса с внешней стороны приварен кронштейн для крепления опор вала сетового цилиндра и привода. С противоположного торца имеется окно для снятия и установки сетового цилиндра с устройством для очистки сит. Окно закрывается съемной крышкой 6. Горизонтальный сетовой цилиндр 3 из металлотканной сетки закреплен консольно на приводном валу и является основным рабочим органом машины. Он состоит из сферического днища 7, приемной части цилиндрического сита с отверстиями размером 25х25 мм и сходовой части сита с отверстиями размером 10х10 мм. На внутренней поверхности сходовой части ситового цилиндра приварена винтообразная лопасть 1 из листовой стали для ускорения вывода примесей из машины. Привод 4 состоит из асинхронного двигателя, клиноременной передачи и червячного редуктора. Щетка 5 для очистки сит установлена вдоль ситового цилиндра и закреплена в держателе, который может поворачиваться на шарнире. Держатель со щеткой прижимается к ситовой поверхности пружинами. Технологический процесс выделения крупных примесей в скальператоре А1БЗО осуществляется следующим образом. Зерновая смесь подается внутрь ситового цилиндра в приемную часть сита с большими отверстиями. Очищенное зерно практически беспрепятственно просеивается и выводится из машины. Крупные примеси перемещаются в сходовую часть сита с меньшими отверстиями, через которые проходят зерна, не отделившиеся в приемной части. Крупные примеси выводятся из машины через патрубок. На эффективность работы скальператора влияют частота вращения ситового цилиндра, размер ячеек сита и очистка сит. Эффективность работы этой машины 100%. Оперативного регулирования скальператор не требует. В процессе эксплуатации машину один раз в месяц осматривают, проверяя состояние ситового цилиндра и щеток очистителей. В случае попадания полноценного зерна в отходы необходимо остановить машину и проверить работу очистителей сит. Отличительной особенностью скальператора А1БЗО является высокая эффективность очистки от крупных примесей, простая замена сит и высокая надежность работы. Техническая характеристика барабанного скальператора А1БЗО представлена в таблице на слайде. Воздушно-ситовые сепараторы типа А1БИС и А1БЛС. В комплектах оборудования применяют два типа сепараторов А1БИС и А1БЛС, которые имеют модификации по производительности. На элеваторах применяют сепараторы А1БИС-100, А1БЛС-100, А1БЛС-150. В подготовительных отделениях установлены сепараторы А1БИС-12, А1БЛС-12, А1БЛС-16. Конструкция основных узлов сепараторов не имеет принципиальных отличий, поэтому... Далее рассмотрим устройство сепараторов на примере сепаратора А1БИС-100, который состоит из следующих основных узлов. Сетового кузова, привода сетового кузова, пневмосепарирующих каналов, приемных и выпускных устройств и станины. Сетовой кузов имеет две параллельно работающие секции 2. Лишь сепаратор А1БЛС-12 выполнен односекционным. Сетовой кузов подвешен к станине с помощью гибких подвесок из морского камыша или стекловолокна. В каждой секции сетового кузова установлены два яруса сит. В сепараторах высокой производительности в каждом ярусе по две сетовых рамы. В сепараторах, применяемых на мель заводах, установлена одна сетовая рама по длине каждого яруса. Отличительной особенностью сепараторов, установленных на элеваторе, является использование сит с треугольными отверстиями, как подсевных сит. В сепараторах мукомольных заводов сортировочные сита имеют продолговатое отверстие, группы которых ориентированы во взаимно перпендикулярных направлениях. Причем группы различно ориентированных отверстий чередуются в шахматном порядке. Такое расположение отверстий сит при круговом поступательном движении значительно повышает севкость. Угол наклона сортировочного сита горизонтали 7 градусов, а подсевного 8. Деревянная рама 18 продольными и поперечными брусками делят подсетовое пространство на ячейки. В каждой ячейке находится по два свободно перемещающихся по сетчатому поддону 21 резиновых шарика 20 диаметром 35 мм. Ситовую раму можно выдвигать с помощью ручек, размещенных со стороны приема. Устройство крепления ситовых рам показано на слайде на рисунке слева. Ситовые рамы 6 и 9 вставляют между боковинами кузова 5 по направляющим уголкам 4 и фиксируют прижимами 7. Перемещают прижимы в вертикальной плоскости с помощью эксцентрикового валика 2. При повороте эксцентриковой втулки 10 специальным ключом 3 прижимы 7 зажимают или освобождают ситовую раму. Верхняя 9 и нижняя 6 ситовые рамы фиксируются одновременно, так как нижний и верхний эксцентриковые валики связаны рычагом 1. Прижимы в горизонтальной плоскости фиксируются стопорными кольцами 8. При освобождении ситовых рам прижимы отходят приблизительно на 4 мм от сита. В результате обеспечивается свободная выемка ситовых рам со стороны приема. Над каждой секцией сепаратора установлен делитель с перегородкой и грузовым клапаном, подающий зерновую смесь в два приемных патрубка 1. Эти патрубки имеют смотровые вставки и соединены с патрубками ситового кузова матерчатыми рукавами с вшитыми в них кольцами. Зона выхода зерна из сепаратора аспирируется через патрубки 4, соединенные с патрубками станины рукавами. На верхних крышках каждой секции имеются смотровые окна 3. Для предотвращения ударов ситового кузова о станину при пуске и остановке сепаратора предусмотрены резиновые амортизаторы в виде колец, установленные на ограничителях станины. В кузове сепаратора имеются лотки 16 и 17 для вывода соответственно крупных и мелких примесей. Ситовой кузов приводится в круговое поступательное движение от электродвигателя 28 через клиноременную передачу на шкив балансиртового механизма. Шкив 5 свободно вращается на оси 3, запрессованный в расточке траверсы 4 нижней части кузова, а в двух роликовых подшипниках 7. Подшипники закрыты крышками 6 и 8. Смазывают подшипники с помощью пресс-масленки 1. Консистентная смазка по маслопроводу 2 проникает в кольцо 9 и в подшипники. Груздебаланс 11, состоящий из съемных свинцовых пластин, крепят к шкиву двумя болтами 10. Пневмосепарирующий канал 11 предназначен для выделения зерновой массы легких примесей. В сепараторе имеются два пневмосепарирующих канала, каждый из которых принимает зерно из-за соответствующей секции ситового кузова. Зерно с ходом с подсевного сита 19 поступает в приемную камеру 14 и попадает на вибролоток 12, подвешенный к стенкам пневмосепарирующего канала на резиновых подвесках и пружинах 13. Вибролоток совершает высокочастотные колебательные движения с помощью вибратора 15. Внутри пневмосепарирующего канала установлена подвижная стенка 10, положение которой определяет среднюю скорость воздушного потока, распределение скоростей в пневмоканале и соответственно четкость сепарирования. Подвижная стенка состоит из двух шарнирно-соединенных частей. Верхний – короткой и нижний – длинной. Перемещают верхнюю и нижнюю части подвижной стенки штурвалами 8 и 9. Расход воздуха регулируют дроссельной заслонкой 6. В боковых сторонах корпуса пневмосепарирующих каналов сделаны окна, а между ними вертикально установлен светильник для визуального контроля процесса. В сепараторах типа А1БЛС подвижная внешняя стенка канала выполнена из цельного стекла. Осветительная лампа с отражателем, направляющим световой поток в рабочую зону, установлена горизонтально в верхней части канала. Такая конструкция позволяет наблюдать за процессом сепарирования не сбоку, как у сепараторов типа А1БЛС, а по всей площади рабочей зоны пневмосепарирующего канала. Пневмосепарирующий канал сепараторов типа А1БЛС по принципу действия и конструкции практически не отличается от воздушного сепаратора R3 BAP. Станина выполнена из стального гнутого профиля и представляет собой две П-образные несущие рамы, соединенные протольными и поперечными балками. К ней крепятся подвесные устройства кузова, приемные и аспирационные патрубки. Технологический процесс очистки зерна в сепараторах осуществляется следующим образом. Исходную смесь подают раздельно в каждую секцию через делители и приемные патрубки, из которых она поступает на днище со скатами. В сепараторе А1БИС-12 распределяющее зерно равномерным слоем по ширине сортировочного сита. В сепараторе А1БИС-100 функции распределения выполняет клапан. Фартук-27 уменьшает возможность попадания зерна в отходы. Крупные примеси, сход с сортировочных сит, выводятся из сепаратора по лотку 16. А смесь зерна с мелкими примесями проходом через сортировочное сито 25 поступает на подсевное 19. Мелкие примеси, проход подсевного сита, поданищу кузова, выводятся из сепаратора через лоток 17. Очищенное на осетах зерно поступает в приемную камеру 14, пневмосепарирующего канала и на вибролоток 12. Наличие зерна в приемной камере способствует более равномерному его распределению по длине пневмосепарирующего канала и предотвращает подсос воздуха в этой зоне. Под действием массы зерна образуется щель между днищем вибролотка и кромкой приемной камеры, через которую зерно поступает в зону действия воздушного потока. Воздух в зону пневмосепарирования поступает в основном под вибролотком. Часть воздуха проходит в канал через жалюзийные решетки в задней стенке, предотвращая оседание пыли внутри пневмосепарирующего канала. При проходе воздуха через слой зерна легкие примеси выносятся через канал, в осадительное устройство, горизонтальный циклон, связанный с системой аспирации. Очищенное зерно из пневмосепарирующего канала поступает на дальнейшую обработку. Настройка и регулирование процесса в сепараторе осуществляется следующим образом. После установки сепаратора проверяют затяжку резьбовых соединений, надежность крепления сетовых рам, натяжение приводных ремней, правильность установки вибролотков. При работе машины на холостом ходу не должно быть несвойственного шума, стуков, вибраций, нагрева подшипников свыше 60 градусов Цельсия. При подаче зерна в сепаратор проверяют равномерность его распределения по обеим секциям сетового корпуса и по ширине сортировочных сет, контролируют плавность хода сетового кузова, обеспечивают отсутствие подсоров, пыления, переполнение зерном приемных камер над вибролотками пневмосепарирующих каналов, постепенно увеличивают подачу зерна до паспортной производительности, проверяя в сходе сортировочных сет содержание годного зерна, которое не должно превышать 2%. Настройка пневмосепарирующего канала производится следующим образом. С помощью штурвалов 8 и 9 устанавливают подвижную стенку вертикально или с небольшим сужением канала к низу. При достаточном разрежении в аспирационной системе устанавливают как можно большую ширину канала в верхней его части, а в нижней части канал сужают настолько, чтобы поступающий слой продукта имел горизонтальное направление. Затем проводят регулировку воздушного режима, изменяя ширину канала в его верхней части и добиваясь эффективного выделения зерна легких примесей. Дроссельная заслонка 6 должна быть прикрыта. При этом обеспечивается лучшая равномерность распределения скоростей воздушного потока по ширине канала. При недостаточном разрежении в аспирационной сети ширину канала в верхней части уменьшают. Скорость воздуха в пневмосепарирующем канале должна быть от 4 до 6 метров в секунду. Положение вибролотков 12 устанавливают с помощью пружин 13 так, чтобы поступление зерна было равномерным по всей длине пневмосепарирующих каналов и слой зерна высотой в несколько сантиметров в приемных камерах 14 препятствовал подсосу воздуха. Амплитуду колебаний вибролотка регулируют смещением грузов, попарно установленных в нижней и верхней части вибратора. Амплитуда колебаний вибролотка должна быть примерно 3 мм. При этом взаимное смещение грузов дебалансов устанавливается примерно в 100-110 мм. При сближении грузов амплитуда колебаний увеличивается. Для повышения производительности пневмосепарирующего канала амплитуду колебания вибролотка можно увеличить до 4-5 мм. При настройке амплитуды необходимо следить за тем, чтобы смещение грузов в верхней и нижней частях вибратора было одинаковым. Отличительными особенностями сепараторов А1БИС и А1БЛС являются отсутствие приемных сит, осадочных камер, применение упругих подвесок из морского камыша или стекловолокна, совмещение в приводном шкиве функций колебателя, наличие устройства для предварительного расслоения зерновой смеси перед пневмоканалом, возможность регулирования сечения пневмоканала и визуального контроля процесса пневмосепарирования. Техническая характеристика сепараторов типа БИС и БЛС приведена на слайде. Сепараторы А1БСФ50 и А1БСШ. Операция разделения зерна на крупную и мелкую фракцию является заключительной на элеваторе. Она проводится в сепараторах А1БСФ50 или А1БСШ. Одновременно с выделением мелкой фракции зерна в сепараторе, зерно очищается от мелких примесей. Такие сепараторы также называют сепараторами-фракционерами. Сепаратор А1БСФ50 представляет собой пакетный рассев для зерна, состоящий из четырех секций. В каждой секции установлено по 10 сетовых рам. Основные рабочие органы сепаратора – это металлоштампованные решета с продолговатыми и круглыми отверстиями. Эффективность выделения мелкой фракции зерна составляет 30-40%, а очистки крупной фракции от сорной и зерновой примесей более 50%. Эффективность разделения исходного зерна на фракции и очистки этих фракций от примесей зависит от состава зерновой смеси. Количество примесей, степень однородности зерна по размерам, влажность, натура и другое. Подбора сит в пакете, кинематических параметров движения. Удельная нагрузка на сита – один из оперативно регулируемых факторов, влияющих на процесс сепарирования. Сепаратор А1БСФ50 состоит из следующих основных узлов. Корпуса, приемных и выпускных устройств, привода и устройства для подвеса сепаратора к потолочному перекрытию. Корпус представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из центральной рамы 17, соединенной с пакетными рамами 7. В каждой из четырех пакетных рам закреплены по 10 деревянных ситовых рам 9, образующих пакеты, которые поджимаются ко внутренней стенке устройствами 14, а в вертикальной плоскости двумя винтовыми зажимными устройствами 10. Верхний пояс пакетной рамы и днище соединены вертикальными балками 11, которым крепятся упругие подвески 4. В каждой ситовой раме установлены вкладные рамки с рабочим штампованным ситом и металлотканной опорной сеткой с ячейками размером 10х10 мм. На сетке двигаются инерционные полиуретановые треугольные очистители. Пространство между решетом и опорной сеткой разделено на 6 секций деревянными брусками. Сетовая рама имеет поддон 4 для сбора проходовых фракций и канала 3 для передачи фракций на другие сета или выпускные патрубки в соответствии с технологической схемой. Подробнее об устройстве рассевов и их работе и настройке вы можете узнать из отдельного видео, посвященное рассевам. Ссылку на это видео я оставлю в описании и в подсказках. Зажимное устройство представляет собой винт 1 с двумя ползунами 2 и резьбой правой и левой. На ползунах имеются кулачки 3 с выступами 4, которые входят в наклонные пазы приемной коробки пакета. При вращении винта 1 ползуны смещаются в разные стороны, а выступы перемещаясь в наклонных пазах сжимают или раз сжимают пакет в вертикальном направлении. Винтовые зажимные устройства монтируются внутри балок верхнего пояса пакетной рамы. Для фиксации положения сетовых рам в пакете в горизонтальной плоскости предназначены зажимные уголки, закрепленные на неподвижном основании днища пакетной рамы, которые можно перемещать в горизонтальной плоскости и фиксировать их положение винтами. Самобалансный привод сепаратора обеспечивает круговое поступательное движение сепаратора. Он размещен в центральной раме. Верхний и нижний поясы, которые соединены вертикальными стойками. С торцов центральная рама закрыта съемными дверками. Привод сепаратора фланцевый электродвигатель 13, клино-ременная передача 3 и балансирный механизм. Подшипниковые узлы одинаковые конструкции размещены в корпусах 7. При вращении ведомого шкива балансирный механизм за счет инерционных сил сообщает кузову круговые поступательные колебания в горизонтальной плоскости. Технологический процесс разделения зерновой смеси на крупную и мелкую фракции основывается на самосортировании по размерам и плотности с последующим сепарированием. Технологическая схема сепаратора А1БСФ50 показана на слайде. Зерно двумя параллельными потоками последовательно поступает на сита с продолговатыми отверстиями размерами 2х2,5 мм и 2,25х25 мм. Схода с нижней пары сит объединяются в крупную фракцию зерна, направляемую на мукомольный завод. Проходы через сита с продолговатыми отверстиями просеиваются на ситах с отверстиями диаметром 2 мм, с ходом с которых получается мелкая фракция зерна, а проходом мелкие примеси. Продолговатые отверстия сит ориентированы во взаимно перпендикулярных направлениях, а группы различно ориентированных отверстий чередуются в шахматном порядке. Такое расположение отверстий значительно повышает севкость сит при круговом поступательном движении. Сепаратор А1БСФ50 монтируют к потолочному перекрытию с помощью металлической рамы и упругих подвесок из морского камыша или стекловолокна. Подвески закрепляют на кронштейнах 2 с помощью накладок 1. На штангах 3, присоединяемых к потолочной раме, монтируют приемное устройство 5, предназначенное для равномерного разделения зернового потока на 2 потока. Патрубки приемной доски и патрубки приемной коробки кузова соединяются рукавами 6. Такие же рукава надеты на выпускные патрубки 12 пакетного кузова и на польные патрубки 15. Последние имеют окна, закрываемые крышками, для взятия проб и контроля процесса сепарирования. Настройка и регулирование сепаратора А1БСФ50 заключается в следующем. Для обеспечения надежной и эффективной работы сепаратора необходимо правильно его настроить, выполнив следующие рекомендации. Приемные коробки и рамы в пакетных рамах должны быть установлены прочно и плотно. Уплотнение и материалы рамок со временем дают усадку, поэтому необходимо периодически с помощью зажимных устройств уплотнять пакет сетового кузова. При сборке пакета необходимо следить, чтобы между рамами не оказалось посторонних предметов, которые нарушают герметичность. Нагрузка на 4 секции сепаратора должна распределяться примерно одинаково. Технологическая эффективность существенно зависит от кинематических параметров работы сепаратора. В этой связи особое внимание следует уделять их регулировке при первом пуске сепаратора или после капитального ремонта, а также периодическому контролю значений частоты и амплитуды колебаний. Радиус колебаний кузова проверяют с помощью приспособления, состоящего из вертикальной штанги высотой несколько большей высоты подвешенного кузова и двух держателей с карандашами. Сверху и снизу кузова закрепляют чистые листы бумаги. При работе сепаратора к листам бумаги подводится карандаш, который фиксирует круговую траекторию движения точек кузова. При правильном выборе и установке грузов балансира диаметр окружности колебаний кузова без нагрузки должен быть одинаковым. В верхней и нижней частях кузова и равным 66-67 мм, а при полной загрузке 64 мм. Нужный радиус колебаний устанавливают подбором и соответствующим расположением съемных свинцовых пластин балансира. Уменьшению радиуса на 1 мм соответствует съем 4-5 кг свинцовых пластин. Частоту колебаний контролируют с помощью секундомера. Она должна быть в пределах 260-263 колебаний в минуту. Направление колебания корпуса против часовой стрелки, если смотреть сверху. Периодически необходимо контролировать эффективность очистки методом отбора проб исходного зерна и всех фракций, а также производительность сепаратора. При разборке ситовых корпусов надо обращать особое внимание на состояние сит и очистителей. Сепаратор А1БСШ применяют для выделения из зерна мелкой фракции и устанавливают после сепараторов предварительной очистки зерна, типа А1ВИС или А1БЛС. Разделение зерна происходит на решетах с продолговатыми отверстиями. Технологическая эффективность характеризуется следующими данными. Выделение мелкой фракции зерна 65%, очистка зерна от сорной и зерновой примесей 60-70%, влажность зерна 15%, натура 700-800 грамм на литр, содержание сорной примеси около 5%, зерновой до 10%, содержание в исходном зерне мелкой фракции 13-14%. Сепаратор А1БСШ цельнометаллической конструкции состоит из следующих основных узлов. Ситового корпуса, приемных и выпускных устройств, привода и системы подвески корпуса. Корпус шкафной конструкции имеет 4 секции, соединенные несущей рамой. Каждая секция со стороны приема закрыта дверью 6, внутри которой перегородками образована распределительная коробка 7 с перепускными каналами 8. С противоположной стороны секция имеет аналогичные распределительные коробки 11 с перепускными каналами 3. Перепускные каналы служат для распределения и направления сходовых фракций зерна по рабочим органам в соответствии с технологической схемой. В нижней части секции находится днище 10 с выпускными патрубками 9, а сверху крышка 1 с приемными патрубками 5. С боковых сторон секции закрытая обшивкой 2. Между обшивкой и продольной стеной каждой секции образованы боковые каналы 13 для проходовых фракций. В направляющих каждой секции установлены 16, выдвижных рамок 12. Сетовая рамка состоит из металлического поддона 1 и деревянной вкладной рамки 2. Деревянный каркас вкладной рамке разделен перегородками на 6 одинаковых ячеек. Снизу каркаса прикреплена опорная сетка 3 для очистителей 4, а сверху рабочая сита 5. В ячейках между ситом и опорной сеткой помещают по одному очистителю, представляющему собой треугольную пластину из полиуретана со сферической головкой в центре. Приемное устройство состоит из плиты 6 с установленным на ней патрубком 3, внутри которого расположен шток 2 с диском 1. Зазор между диском и питающим патрубком регулируют вращением штока в резьбовой втулке 4. Величина этого зазора определяет подачу зерна в секцию сетового корпуса. Предусмотрена смотровая вставка 5 для визуального контроля подачи зерна. Привод сепаратора самобалансный осуществляется от электродвигателя и балансирного механизма. Электродвигатель установлен на крышке сетового корпуса, а балансирный механизм размещен вертикально в центральной его части. К валу 6 балансирного механизма хомутами 15 и крышками 16 прикреплены балансиры 2 и 8. Под верхним балансиром размещен шкив 3. Вал вращается в верхнем и нижнем подшипниковых узлах. Верхний подшипниковый узел состоит из корпуса 13, роликового 4 и упорного 14 подшипников. Втулки 12, двух упорных колец 5. А нижний из корпуса 10, роликового подшипника 9 и втулки 11. Для регулирования амплитуды колебаний в балансирном механизме предназначены съемные грузы. Сетовой корпус подвешен на стальных тросах к потолочной раме. Длину троса для горизонтальной установки сетового корпуса регулируют винтами. Приемные устройства крепят к потолочной раме штангами. К приемным устройствам сверху присоединяют самотеки для зерна и воздуховоды системы аспирации. К нижним патрубкам приемных устройств резиновыми кольцами крепят матерчатые рукава, которые соединяют их с патрубками сетового корпуса. Аналогичное соединение выполнено и на выпускных патрубках. Технологический процесс разделения зерновой смеси представлен на слайде. Зерновая смесь 1 перемещается по плоским горизонтальным сетам, совершающим равномерное круговое поступательное движение в горизонтальной плоскости. Пакет каждой секции содержит 16 сетовых рам. Верхние 12 имеют сета с отверстиями размером 2,2х20 мм. Размер отверстий 4 нижних сет 1,7х20 мм. Зерновая смесь в результате колебаний сетовой поверхности сита самосортируется. Мелкая фракция просеивается. Проход через все 12 верхних сет последовательно поступает на 4 нижних сита. Сход с 10 по 12 сита, крупная фракция зерна, направляют в подготовительное отделение мукомольного завода. Сход с нижнего 16 сита, мелкая фракция, фуражного назначения. Проход через сита от 13 до 16 это мелкие примеси. Настройка и регулирование сепаратора А1БСШ заключается в следующем. При установке машины после капитального ремонта и при периодическом осмотре необходимо проверять нормативные кинематические параметры. Частоту и радиус колебаний кузова. Направление колебаний корпуса по часовой стрелке, если смотреть сверху. Радиус траектории колебаний сетового корпуса регулируют съемными грузами на верхнем и нижнем балансирах. При этом необходимо следить, чтобы масса и расположение дополнительных грузов были одинаковы на обоих балансирах. В противном случае нарушается горизонтальность движения сепаратора. И неравномерто распределяются усилия в подшипниковых узлах. В остальном эксплуатация сепаратора А1БСШ не отличается от А1БСФ50, рассмотренного ранее. Отличительной особенностью сепаратора А1БСШ от сепаратора А1БСФ50, того же функционального назначения, является более высокая технологическая эффективность и более современное конструктивное исполнение. Техническая характеристика сепараторов представлена на слайде. Спасибо за внимание. Вы посмотрели видео, посвященное устройству, принципу действия, техническим характеристикам и настройке сепараторов для очистки зерна и фракционеров. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления. В колокольчике все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.